Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор книги Йохана Хёйзинга «Хомо Люденс. Человек, играющий». Прежде чем мы перейдем к обзору, я прошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, в колокольчике поставить все уведомления и вы будете без промедления получать уведомления о новых видео, а также отправить донат для поддержки автора и канала на карту Юмани. Реквизиты вы видите на экране. Йохан Хёйзинга, живший в 1872-1945 году. Это выдающийся нидерландский историк и куртуролог, труды которого до сих пор широко публикуются и обсуждаются. Его отличает проницательность, яркий стиль, сила воображения. Моральная позиция Хёйзинга – беспристрастность, дистанцирование от любых форм, политической и культурной тенденциозности. Сочетая художественный и научный подход, он блестяще продолжает славную гуманистическую традицию, восходящую в частности к Эразму Роттердамскому, его великому соотечественнику. Хёйзинга стоит в одном ряду с такими властителями дум двадцатого века, как Освальд Шпенглер, Томас Элиот, Томас Манн, Хосе Ортега и Гассет. Прежде чем нам перейти к собственно обзору, хотелось бы осветить контекст, в котором была написана эта работа, а она была опубликована в конце 20-х, начале 30-х годов 20-го века. И мы вспоминаем, что уже на тот момент существовали работы Ницше, работы Гегеля, работы Маркса, а также над своим трудом фундаментальным, закат Европы, трудился Освальд Шпенглер. И вот этот контекст, в который мы хотели бы вначале погрузиться, я вам коротко напомню, что Ницше у нас провозгласил смерть Бога, а Маркс боролся за справедливое распределение доходов предприятий. То есть он высветил проблему угнетения пролетариата и предложил формы его решения. И благодаря или не благодаря слова подобрать довольно-таки сложно, скажем так, следуя заветам Маркса, мы в нашей стране в течение 70 лет строили коммунизм. Насколько правильные были учения Маркса и его капитал, покажет и рассудит время. Я слышал уже последние, наверное, 6 лет критику капитала. То, что это не работало уже и тогда, когда он его писал. И, конечно же, по капиталу Маркса нельзя было построить никакого коммунизма. Это одна из точек зрения. Далее, что еще происходит в период тех 70 лет, то есть где-то с середины 19 века до конца 20-х годов 20 века? Бурное развитие техники, появление железных дорог, автомобилей, развитие медицины. Вспомним открытие палочки Коха, которую открыл, собственно, Кох. Который был, долгое время возглавлял, ну, то, что мы сейчас называем Министерством Здравоохранения в Германии. Как она тогда называлась, я вот сейчас на память я не вспомню. И вот эти достижения человечества, они меркнут по сравнению с теми вызовами, с которыми пришлось столкнуться человечеству в начале 20 века, в первой четверти 20 века. Это разрушительная, первая мировая война с применением химического оружия и очень большими жертвами. А также испанский грипп, испанка, которая по разным данным унесла от 15 до 25 миллионов человек. Сразу же после войны, то есть после разрушительной войны грянул грипп, болезнь, пандемия. И люди начали задаваться вопросом, как же так? Почему в такой просвещенный век, в век научных открытий, в век развитой медицины, а медицина действительно за 100 лет, с начала 19 века по начало 20 века шахнула очень далеко, очень вперед. Достаточно того, что женщины практически перестали умирать при родах только лишь потому, что врачи начали мыть руки перед операцией. А почему умирали женщины? Потому что врач вначале, допустим, вскрывал трупы, а потом теми же самыми руками грязными принимал роды, занося инфекцию от вскрытых трупов в чрево женщины. Соответственно, женщины умирали массово. Но парадигма поменялась в медицине. Пришли вначале хотя бы простое мытье рук, обработка их простейшими антисептиками типа спирта перед началом медицинских вмешательств, стерилизация, кипячение инструментов, создание оборудования для этого простейших автоклавов и развитие техники. И люди, столкнувшись с войной, с гриппом, стали задавать вопрос, а почему? Собственно, почему наука не смогла предотвратить эти жертвы? Вот в этом, вот в этой парадигме, в которой жил тогда Йохан Хёзинга, он пишет эту книгу. Он собирает материал из источников, углубляясь на тысячелетия вглубь веков, начиная от греческих пантеронов богов и изучая Римскую империю, изучая викингов скандинавских и их предания про Одина и другие. И двигаясь на восток в Индию, изучая предания Индии, Китая, он собирает свой практически монументальный труд, который говорит, если мы коротко обозначим о чем, то что культура, культура, как мы ее понимаем, она пришла после игры. То есть, вначале была игра и игра не только как состязания спортивные, но и допустим он приводит такой пример, что в каких-то племенах африканских есть такой обычай, что если кто-то из родственников собирается замуж по женской линии, то родственник один из этой женской линии, ну мужского пола, должен пройти игру. При этом неважно победа или поражение в этой игре, это такой специальный ритуал, который говорит, что семья с женской стороны, родня с женской стороны, готова со стороны невесты, готова отдать эту невесту в другой дом. И вот так вот анализируя, приводя примеры, он проходит по таким темам. Сейчас мы обратимся к содержанию. Темы. Характер и значение игры как явление культуры. Выше мы уже сказали, что некоторые из аналитиков, которые анализировали его труд, говорят, что культура была позже, позже, чем игра. Далее. Концепции выражения понятия игры в языке. Отменная глава, в которой он приводит, как, какими словами называется игра в разных языках. Плохой из меня лингвист, я могу сказать только, что я запомнил агон. И он приводит целые глоссарии терминов, как в разных языках называется и в немецком, и в скандинавском, в латыни и так далее, как называется игры. Далее. Игра и состязание, как культура, созидающая функция. Вот он подходит к тому, что игра была раньше культуры. Сначала игра появилась, а потом уже на ее основе начала формироваться культура. Игра и правосудие. Игра и ратное дело. Игра и мудрствование. Игра и поэзия. Функция воображения. Игровые формы философствования. Игровые формы искусства. Культуры и эпохи сабсписия люди. Игровой элемент современной культуры. Проходя по всем этим темам, он показывает, каким образом игра встроена в каждую из них. Если мы с правосудием, ратным делом можем как-то вспомнить, как это проходит состязание. Что в суде, что на площадке спортивной. А вот по поводу мудрствования, то есть это размышление, философствование о чем-то. Он тоже приводит примеры о том, что игра в умственных состязаниях, то есть кто кого может переспорить, привести какие-то аргументы против, за. Он прослеживает развитие спора. Развитие архитектоники спора, как он был в Древней Греции, в Древнем Риме и так далее. Переходя ближе к нашим временам. Книга объемная и это краткий обзор и такой же краткий отзыв. И чтобы для того, чтобы побудить вас взять эту книгу в руки и прочитать ее, чтобы действительно этого отзыва было не недостаточно для понимания полного. И что еще хочу отметить, это огромный, огромное количество примечаний к каждой главе. Книга заканчивается на 302 странице с 303. И до 400 идут примечания. А потом идут комментарии к примечаниям автора. То есть комментарии уже переводчиков, которые свою лепту внесли в дополнение этой книги. Рекомендую вам, если вы в какой-то мере интересуетесь философией, я вам рекомендую эту книгу. Читается она довольно-таки легко, мне удавалось ее осиливать где-то по 20 страниц в день. Текст бывает зубодробительный. Иногда меньше удавалось осилить, потому что приходилось очень часто отлистывать назад, чтобы посмотреть и прочитать примечания. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю за то, что вы были со мной и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok